В Центре политика. Здравствуйте, я Алексей Рожин. И начинаем программу с традиционного рейтинга, составленного экспертами АПН Нижний Новгород. Список политических лидеров. Владислав Егоров, заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области, продолжает отстаивать сохранение социальных льгот в региональном бюджете на 2016 год. Принадлежит к той немногочисленной группе депутатов, которых еще можно назвать народными. Николай Сатаев, депутат Думы Нижнего Новгорода. Единственный выступил против поднятия тарифов на ЖКХ. Предложил увеличить не на максимальные 12,3%, а хотя бы на 7%. Также именно Николай Петрович первым подал документы на конкурс по избранию главы администрации Нижнего Новгорода. Иван Корнилин, глава Нижнего Новгорода. Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь 2015 года. Лидером рейтинга стал Иван Корнилин. Список политических неудачников. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. Бюджет области в первом чтении продавливали всеми правдами и неправдами. К сожалению, в бюджете заложены средства на ремонт вертолета, чартерные перелеты и прочие прелести чиновничьей жизни. А вот бюджетников лишают индексации и выплат. Евгений Лебедев, председатель законодательного собрания Нижегородской области. Проведение бюджета без заслушивания доклада уже что-то из ряда вон выходящее. Старшие коллеги и не припомнили такого, чтобы бюджет проходил без доклада Министерства и садоклада контрольно-счетной палаты. Есть что-то прятать за цифрами, господа законодатели? Александр Байер, заместитель губернатора Нижегородской области. В прошлом руководитель водоканала, сделавший успешную карьеру дочина замгубернатора. Он в полной мере несет ответственность за аварию, оставившую без воды около полумиллиона жителей города. На минувшей неделе главной темой для обсуждения был областной бюджет на следующий год. Так, законодательное собрание Нижегородской области в первом чтении уже приняло проект регионального бюджета. При этом четверть присутствовавших на заседании депутатов, главным образом члены фракции КПРФ, проголосовали против принятия главного финансового документа, не согласившись с отменой индексации социальных льгот. Именно за счет этого правительство региона планирует сэкономить 876 миллионов рублей. Кстати, уже своим следующим решением депутаты одобрили предоставление льгот предприятиям, которые поддерживают спорт высоких достижений. Сумма льгота все те же 875 миллионов рублей. В окончательном чтении законопроект об областном бюджете на 2016 год должен быть принят на следующем заседании регионального парламента 17 декабря. Тема регионального бюджета обсуждалась и на прошедшем заседании эксперт-клуба. Нижегородские эксперты уверены в необходимости сохранения мер социальной защиты. А предлагаемый переход к адресности мер социальной поддержки может привести к сокращению помощи нуждающимся. Депутаты Думы Нижнего Новгорода собрались на внеочередное заседание 25 ноября специально для того, чтобы выполнить все процедурные предписания для начала конкурса по выбору сити-менеджера. Посмотрим небольшой сюжет. Состав членов конкурсной комиссии от Гордумы не изменился по сравнению с решением от 7 октября. Сегодня, как и месяц назад, в нее вошли депутаты Владимир Панов, Марк Фельдман, Вячеслав Растеряев, Алексей Гоихман и Василий Пушкин. Смотрите, 7 октября мы проголосовали за этих же депутатов, поэтому как бы даже и нетично менять их. Потом все депутаты, которые шли в состав комиссии, являются председателями комиссии. Эти вопросы они обсуждали у себя на комиссиях, и я уверен, что комиссии сами выдвинули их, делегировали. Потому что я провел консультации со всеми практически депутатами, они подтвердили это решение. Официально конкурс объявлен. Следовательно, всем желающим стать кандидатами следует уже сейчас начать подавать свои заявки. На эту процедуру отведено всего 21 день. Напомню, что в прошлый раз свои заявления подали 19 человек. Среди них депутаты Гордумы, главы администрации и предприниматели. Это очень здорово, что такая конкуренция есть. Но видел я и ряд, конечно, предложений по своему избранию. Я имею в виду тех кандидатов, которые в моем понимании совсем не знают, куда они идут. И чем им предстоит заниматься, и с каким бюджетом они будут работать, какие сложности на сегодняшний день с первого дня их будут ждать. Фактически сити-менеджер будет назначен за неделю до Нового года. По мнению нашего гостя, именно тогда и закончатся те самые муниципальные выборы. Предлагаю посмотреть наше интервью. В студии столицы Нижний социолог Александр Васильевич Прудник. Здравствуйте. Добрый день. И мой сам первый вопрос. Можно ли считать выборы в Нижнем Новгороде, муниципальные выборы, законченными? Нет, конечно же нет. Хотя формально уже выборы состоялись. Да плюс к тому уже подведены итоги, и они объявлены. И плюс к тому произошло даже первое заседание городской думы, да мало того избрали даже главу города. И одновременно председателя городской думы. Выборы не закончились. Потому что выборы заканчиваются только тогда, когда политическая конфигурация, вызванная этими выборами, полностью сформирована и выстроены все отношения. То есть получается, что выборы главы администрации – это некая завершающая стадия муниципальных выборов? Да. То есть после того, как будут сделаны эти выборы, наконец полностью станет понятно, как выглядит политическая конфигурация на уровне как города, так и на уровне отношения города и области. А вот в чем основная интрига на выборах сити-менеджера? Все дело в том, что вот эти заявленные кандидатуры, большинство из них заявилось просто для того, чтобы обозначить свое присутствие. В политической сфере. Да, в политической сфере, чтобы не выпасть из фокуса внимания. Вот кто именно будет сейчас скрыто полностью. Реальные кандидатуры никем не озвучиваются. Они спрятаны. Почему? Потому что решается принципиальный вопрос. В какой степени именно областная администрация сумеет сохранить контроль над политической жизнью Нижнего Новгорода? Но в какой-то мере именно должность сити-менеджера именно в Нижнем Новгороде является ключевой. И поэтому-то именно борьба за эту кандидатуру является настоящей, очень главной. Хорошо. Хотел спросить, прокомментировать такую информацию. По неофициальным источникам КПРФ уже определились с первой кандидатуры на выборах в Госдуму по Борскому округу. Это тот самый перевозчик Дмитрий Каргин. Вот первый вопрос. Как вы оцениваете его шансы? Ну, его шансы очень высоки. Поскольку, хотя это называется Борский район, но там... Мы понимаем, что это Сормово. Да. Сормовский район. То есть это его ректорат. Это его база. И насколько магически действует само имя Каргин, в этот ресурс они вложились. Этот политик уже раскручен. И терять этот ресурс, а если он не будет участвовать в выборах в этих, то можно сказать, что этот ресурс спалили бессмысленно. Значит ли это, что условно началась новая предвыборная кампания, новый виток вот этого самого избирательного процесса? Да. У нас интересная ситуация, во всяком случае в Нижнем Новгороде, что у нас предвыборная кампания одна не закончилась, вторая уже началась. Да мало того, когда шла предвыборная кампания в городскую думу и определялись кандидаты, неявно уже начиналась кампания и в Государственную думу. Почему? Потому что, во-первых, те люди, например, из штабов Единой России, которые работали на Государственную думу, работали уже, в том числе, в перспективу на то, что они будут заниматься выборами Госдумы. Александр Васильевич, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю.